Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Хоч гель Денис! Это кулинарное шоу Гурма на телеканале НТ. С вами Гусейн Гусейнов. Почему мы начали таким образом? У нас сегодня есть повод так поздороваться. Ассаламу алейкум. У нас сегодня в гостях уважаемый гость Амар Магмедов, корреспондент телеканала НТВ. В Тагестане. Мы рады тебя видеть, Амар. И рады видеть то, что ты сегодня с собой принес. Это у нас посуда, да, какая-то национальная, особенная. Я думаю, что сегодня у нас будет блюдо тоже с таким национальным оттенком. Что это будет? Блюдо будет специфическое. Я очень долго жил, и мои родители там жили. Это туркменская посуда. Она такая больше даже среднеазиатская. Ага. Ну, мы о ней еще поговорим. Все, внимание у нас сюда. Что у нас сегодня на столе? У нас курдюка такой огромный кусок, да, такой шикарный. Мы все использовать не будем. Не будем. Оставим, да. А то я думаю, куда это все залезет. В общем-то, мы готовим сегодня туркменскую чурба. Чурба. Это что-то чурба, есть чурба, чурба – это одно и то же, наверное. Да, 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 это тюркское такое название, то есть это суп, по сути, да, такой-то, ну, немножко особенности. Вообще в Туркмении нет картофеля как такового, да, но сейчас, конечно, современные использовали тыкву. Тыкву. Она не сладкая, это очень важно. Не сладкая тыква? Да, не сладкая тыква. Баранина – это стандартное кавказское среднеазиатское мясо. Помидоры, чеснок, лук, зелень, в принципе, все. Все стандартное, в принципе, все, что можно найти в Дагестане. Из дагестанских продуктов можно сделать туркменскую еду. Практически, да? Вот он, 21 лет, друзья. Так, что, я думаю, мы начнем, мы начнем, наверное… Нарежем мясо? Да, мясо нарежем. Баранина, вообще баранина, многие не любят запах баранины, да? Ну, я тебе так скажу, я часто бываю в Москве. Вот этот кусок ты разберешься, потому что я с мясом не очень хорошо лажусь. И в Москве, поверь мне, баранина с таким запахом. И я там понимаю людей, которые говорят, ой, я не могу есть баранину, я могу есть там, не знаю, говядину или какое-то другое мясо, потому что она с каким-то таким специфическим запахом. И я понимаю, почему. Потому что наша барашка, она пасется в горах, то есть она пасется на лугах, и, естественно, у мяса запах другой, а самое главное, вкус другой. Вот какая баранина нужна вот для этого блюда? Ты знаешь, вот, в принципе, можно, чтобы косточка была, вот достаточно даже вот того, что здесь я вижу, и мякоти. Вообще, в Туркменистане добавляют еще и топленое масло, вот оно вот здесь. Но я смотрю, что барашка у нас довольно-таки жирная, и мы добавлять масло, наверное, не будем. Да, тогда масло мы отложим, да, что оно будет? Да, да. Вот, это, кстати, тоже специфика такая, потому что в Средней Азии, в Туркменистане, я как знаю, мясо было практически то же самое, только без жира. Без жира. Ну, там жарко, бараны, извиняюсь за выражение, потели, им приходилось, да? Не могли накопить жир, да, и поэтому людям приходилось безуходно сказать. Суровые жизненные условия туркменских баранов. Поэтому, друзья, если у вас барашка каким-то образом нежирная, без жира, может, у вас занималась спортом при жизни, поэтому вы добавляете топленое масло. А у нас барашка оказалась достаточно упитанная. Хорошая. И, да, хорошая. Так, мы сюда будем ставить? Да, можно сюда, наверное. Так, у меня просьба кусочки сделать раза в два еще меньше. Раза в два? Да. Все, вот так достаточно. Вот так нормально? Да. То есть, они как? У нас целиком тоже должны поместиться в рот? Да, да, да. То есть, она же еще при жарке уменьшится. Ну, ты тоже разный бывает. У кого-то меньше, у кого-то больше, да? Ну, мы такой средний дагестанский рот, наверное, где-то так должны ложиться. Вообще, Амар, ты же лакец. Да. Я лакец. Хоть и наполовину. Я думал, мы сейчас с тобой будем лак с хинька вот здесь накручивать, ну, мы этими лайками, понимаешь, у нас палец уже в мозоли будет. Но ты вдруг, к моему удивлению, говоришь, что мы будем готовить туркменскую пищу. Туркменская чурба. Почему так? Ты знаешь, все-таки 17 лет жить, в Ашхабаде, это столица Туркмении. Ты 17 лет там прожил? Я закончил там школу. Ты родился там? Да, я родился там, я закончил там школу. Мы приехали сюда, понимая, что высшее образование можно получить только уже, будучи, зная, вернее, туркменский язык. Ага. А так как я учился среди русских ребят, и туркмены, которые со мной учились, это были русскоговорящие туркмены. То есть они даже некоторые не знали своего родного языка. Да? Естественно, я... То есть там тут же есть проблема уже потери родного языка? В советское время, наверное, было. Сейчас, конечно, уже в меньшей степени, потому что... Пытаются восстановить. Да. То есть это уже монореспублика в основном, туркмены. Да. Мы поняли, что, наверное, пора уже возвращаться на историческую родину. А как так получилось, что вы... Это кто там? Дедушка там? Мой дедушка переехал. У них в 40-х годах было сильнейшее землетрясение, 47-й год. Дед поехал на восстановление города Ашхабада. Там достаточно серьезные были разрушения. Вот. Он поехал, ему понравилось, он остался. Он привез туда свою супругу, то есть это моя бабушка. Вот. И родился мой там отец. Если я там 17 лет прожил, то отец прожил там 50 лет. Ты представляешь, что если... И когда я... Ну, отец тоже там родился? Да, да. А каково ему было переезжать, допустим? Ну, ты-то еще молодой, понятно, там... Мир другой, там, хочется что-то увидеть. Ему непросто. А отец уже всю жизнь прожил, да, в этом... Среди этого народа, и как-то... Ты знаешь, конечно, непросто. Я даже вот 17 лет прожил, и то мы общаемся с друзьями, я связь не потерял. То есть мы до сих пор как бы поддерживаем отношения. Город достаточно серьезно изменился, изменились люди. То есть... Как в жизни бывает? Кто-то стал жить богаче, кто-то... Ну, конечно. Конечно. Кто-то проезжает мимо тебя на Ламборджине, пока ты ждешь маршрутку. Это жизнь. Да, это жизнь. И я смотрю, многие ребята, которые учились на двойке, они чуть ли не заместители министров там в Туркмилистане, и удивляешься, думаешь, как же так, я же учился хорошо. А вот тебя на работу принимают. Ну, это жизнь. Чего же пойдет? Смотри, вот у меня такие жирные вот эти прослойки, я их тоже кидаю сюда. Да, да. Все нормально. Это будет... Они нам топливом посудят. Отпечатали. Это будет наше топливо. То есть, поэтому масло не будем использовать. И когда мы общались, и я думал, что же приготовить, почему все-таки я выбрал это блюдо. Все-таки хочется какую-то память добрую оставить, и я, в принципе, благодарен... Это вкус детства. Да. Я благодарен Туркмилистану за то, что... Так ты кости тоже кидаешь? Да, да, конечно. Серьезно? А я думал, мы из них там... Ну, ты ее прям сильно обглодал. Да. Да, давай, если ты следующий кусок будешь делать, давай я с тобой поделюсь. Так, смотри. Вот я, наверное, вот этот разрежу более-менее такой мясистый. Давай. Да? Косточки, знаешь, как вкусно бывает, что она когда сварится... Ага. Ну, я думал, мы их потом на бульон куда-нибудь пустим, оказывается... Вот, я этой стране благодарен за то, что, на самом деле, я провел там счастливое детство. У меня была хорошая юность, то есть, у меня есть что вспомнить. У меня хорошее образование, у меня почти все учителя были русские. То есть, у меня... Как ты разрезал кость, я извиняюсь. А я ее как-то вот... У меня все мелкие были. Да? Ты, видимо, да, как-то... Что-то мне доставил. По размеру носа, по-моему, распределяли. Мне самые длинные кости доставили. Тогда так мы кинем или что? Ты знаешь, она будет выглядеть не очень. Давай мы это оставим. А вот это, я думаю, достаточно будет. Вот так кинем, да? Давай, давай, ничего страшного. Тогда это мы оставим. Ну, вот... Последнее осталось. Да, последнее. Так, ну, детство в Ашхабаде. Да. Слушай, ну, это как из сказки Ашхабад звучит. Как тебе люди там, тут, в Дагестане, если сравнивать? Есть ли что-то общее? Или в чем разница принципиальная? Не в обиду. Отец вот приехал, когда твой в Дагестан. Что он сказал? Кто эти люди? Как они живут? Нет, на самом деле мы приезжали. То есть нельзя говорить, что мы... Чтобы лучше узнать людей, надо же все-таки их дольше узнать. Тут ты как гость, они тебя воспринимают как гостья. И чтобы показать Дагестан гостеприимный, там все дела, к тебе может какое-то почтение. А когда ты уже свой, извиняюсь за выражение, по твоей голове можно ходить. Такое же тоже можно. Ты знаешь, первое, что бросается в глаза, все-таки в Средней Азии, люди, которые, ну они меньше, наверное, меньше агрессивнее, что ли. То есть если у нас достаточно не так посмотреть на человека, то есть какая-то агрессия, ну, а что ты на меня так смотришь? Там на это даже внимание обратят. Если у нас это весомый повод для драки, там... Здесь суровые люди, да, я так скажу. Когда я приехал, и мне на третий день университета сказали, пойдем драться, я говорю, а что-то у нас произошло? А что это такое, ты сказал? Да, ну, говорит, ну, я тебя проверял, там, хотел узнать, что ты за парень такой, там, с Ашхабада. Я так думаю, мама дорогая, куда я приехал? Да, я попал. Ну, а как ты думаешь, добрее становятся у нас люди? Мне кажется, да. Люди меняются, слава богу, меняются. Ну, нам есть к чему стремиться, то есть мне нравится, когда приезжают наши дагестанцы, москвичи, и знаешь, я не все как бы поддерживаю, то, что они там видят. Да. На огонь. Вот, если можно, вот сюда. Вот сюда, давай. И? Мне нравится, что там дети очень, кстати, неплохо, во-первых, развиты, и во-вторых, они раскрепощены, то есть вот у них нет вот этой зажатости, которая у наших детей, к сожалению, бывает. А от чего это появляется, зажатость, как ты думаешь? Я не знаю, может быть, наше воспитание, то есть, может быть, там, не знаю, родители говорят, знаешь, вот, не суйся там, не суй свой нос куда-то, то есть, а в итоге, когда, когда эта необходимость возникает, то есть, когда нужно, наоборот, проявить себя, показать себя, мы немножко бываем зажатой. На голове опять вот это? Да, да. Вот этот пассажер? Я даже сравниваю своих корреспондентов, то есть, они намного раскрепощеннее, то есть, если я даже в каких-то моментах там, ну, что-то случилось, да, какое-то там событие, немножко мое вот это вот детство включается, мое воспитание. Хотя, может, чуть понаглее надо. Помогает. И в работе корреспондентов тоже, я думаю, тебе это... Да. Кстати, так, у нас, смотри, огонь какой нормальный? Чуть-чуть меньше можно будет сделать. Чуть-чуть меньше, я тоже подумал. Так, чтобы мы... Так, вот, все. Где-то вот так, да? Да, да. Ты пришел к нам со своим казаном. Да. Почему с ним? Он такой, у нас дно у нас такое округлое, да, правильно? Ты знаешь, этот казан, ему уже 36 лет, это мой ровесник, его купили в 82-м году, мои родители. Мы его привезли с собой, не могли его мы там оставить, потому что это память. Это реликвия. Это реликвия, да. И в нем готовили по очень хорошим памятным датам. То есть для меня очень много событий. В том числе здесь готовили плов, который готовили на мои дни рождения, там, на дни рождения моей сестры. Даже мне кажется, если сейчас провести пальцем по дну, уже можно почувствовать привкус всех этих блюк. Он, конечно, невзрачный, он может быть какой-то уже такой... А ты что, ну как может быть легенда, которая такую историю прошла быть незрачной. Люди постарше вот эти крышки помнят. Это вечные такие на века штуки. Так, ставим мясо. Мы не масло, ничего не добавили. У нас жирное мясо, этого хватит для того, чтобы там появился какой-то сок, правильно? Так, мне в это время что можно сделать, Амар? Так, можно нарезать лук, да. Кстати, он пойдет у нас следующим. Следующим лук? Да. Следующим пойдет лук. Так, лук как? Кольцами или очень мелко нужно? Поделим на 4 части, а потом надо будет нашинковать. Нашинковать. На 4? На 4 части и нашинковать. Ага. То есть очень мелко, правильно? Дай мне, пожалуйста, лопаточку, чтобы я периодически ее ушел. Так, лопаточка у нас есть. Вот так вот. Отлично. Вообще ты часто готовишь? Ты знаешь, готовлю нечасто, в основном помогаю. Эту помощь просит у меня отец. Вот он у меня любитель готовить. Ага. Вот. Он постоянно дома заплетает? Да, да. Ну, не постоянно, но по праздникам может там что-то приготовить. Вот это блюдо любит готовить. Да? Плов может приготовить. А что, вот эта туркменская кухня, она вот у вас как бы в приоритете? Мы периодически ее делаем, просто потому что привыкли ее готовить, и для нас это уже такая обыденная еда. Ну, это все равно, что если бы дагестанцы переехали в ваш хаббат и готовили бы хинкал? Практически. Потому что мы так и делали. А хинкал бывает у вас дома? Конечно. Лакский? Ну, у меня супруга аварка, теперь я аварский. О, ну все, это уже, это уже в чужой, как говорится, храм со своими уставами. Там аварский хинкал будет 100%. Ну, я вот что знаю, да, туркменская кухня, она славится тем, что она очень сытная и легко готовится. Да, это так? Да, на самом деле. Сейчас будем проверять. Чтобы вы понимали, три туркменских зерна хватает на пять дней. Шутка, конечно. Ну, я думаю, мы сейчас думал, что он несет. Так, мне лук надо нарезать. А я могу какую-то свою технику нарезки лука применить? Или все-таки? Без разницы, на самом деле, это не так важно, да. Просто я там как-то хоть научился его нашинковывать. Ты просто сломал все мои, понимаешь, все мои навыки. Так, лук нарежем. Друзья, мы сейчас мясо должны обжаривать. Сколько мы его обжариваем? Ну, примерно полчаса, я думаю, достаточно будет. Сейчас мы даже закроем, пусть оно потомится немножко. Так, я пока нарезаю лук. Скажем, наверное, что мы будем делать. Нет, мы скажем после рекламы. Оставим небольшую интригу, вернемся буквально через несколько минут. Друзья, оставайтесь с нами, мы продолжим, как говорится, готовить нашу туркменскую черба. Оставайтесь с нами. Настоящие дагестанские соки и рип. К празднику готов. Родниковая свежесть. Природная родниковая вода, берущая свое начало из высокогорных источников Дагестана. Вода, родниковая свежесть. В каждой капле. Телефон 93-93-35. Друзья, мы возвращаемся. Это кулинарное шоу «Гурмэ». У нас сегодня в гостях Амар Магомедов. Амар, мы что... Уже час целый прошел, мы здесь стоим. Мясо у нас... Давайте покажем, что у нас происходит в нашем казане, которому 36 лет, Амар. Да, 36 лет он работает безотказно. И мне кажется... Ну и мы работаем не хуже, Амар. Ну, да. Согласись. Что мы за этот час? Мы 30 минут жарили мясо, потом закинули мелко нарезанный лук и еще 30 минут. И оно еще раз томилось, да. То есть вот у нас получился вот этот результат. Да, и мы перемешивали. Да, конечно. У нас, смотри, так, давай одно мясо попробуем, да? Давай, я уже кусочек выбрал. Так, давай тогда мы его разделаем. Сильно жарить ничего не будет. Смотри, у нас вот этот казан, он, видишь, он... Он равномерно нагревает, да? Ну, а если нет, не у каждого дома есть такой казан 36 лет. Ну... Ну, можно современный кастир. Не, можно современный взять. Единственный нюанс, который надо обращать и хозяйкам, и хозяевам, которые любят готовить, это то, чтобы он был чугунным. Чугунным. Это очень важно. Потому что сейчас, знаешь, что делают из современных, из металла, антипригарного покрытия. Да. Но вот этого эффекта, вот этого вкуса уже, к сожалению, не бывает. То есть он должен быть крепкий, чтобы по голове дал, да? И чтобы голова погнулась, а не кастрюлю. Ну, серьезный должен быть, попробуй. Да. Так. Ммм... Как? Супер. Супер вкус. И мягкое мясо. Очень классное. Оно еще мягче будет, насколько я понимаю. Эти эмоции мы понимаем. От такого мяса не кашель поднимется. Да, ну мне просто слюна течет, я никак не могу справиться с ним. Поперкнулись слюной, друзья. Если мы сегодня погибнем, это будет, как говорится... На самом деле. Кстати, мясо очень... Очень вкусное. Отличное. Да, даже притворяться не приходится. Шикарное мясо. Мы, смотри, сейчас мы что делаем, Амар? Ты в начале передачи зарекался о том, что ты нас угостишь. Шикарным туркменским чаем. Поэтому давай, я пока буду дорезать этот помидор, а ты можешь приступить к чаю. Что за чай у нас такой? И вообще, какое отношение в Ашхабаде к чаю? Это особое отношение, я бы даже так сказал. Потому что, знаешь, ну, чай, как, может быть, в нашей стране хлеб сему голова. Ну да. А в Средней Азии это чай сему голова. Потому что люди чай пьют и в холод, и в 50 градусную жару. Вот. Пьют зеленый чай. В основном зеленый. Зеленый чай. Ты говоришь, поэтому там все спокойные такие? Я думаю, да. Потому что он же... Если в Агистанции больше зеленого чая будут пить, тоже будут ходить все спокойные. Никто не будет предлагать тебе пойти подраться просто так беспричинно. Да. Пейте зеленый чай, друзья. Детей поите. Ну, на самом деле, он такой специфический. Я его не то чтобы прям люблю, но отношусь так. Я могу его выпить. Сегодня с вами выпью. Ага. Вот. А так я его пью очень редко. У меня вот больше родителей выпьют. Ну, повод у нас сегодня подпишись. Чайник бы мне, чайник. Так, чайник. Давайте. Так, сейчас я за чайником. Друзья, быстро. Все, смотрите. Пять секунд не прошло. Я с чайником прибегаю. Друг откуда ни возьмись. Если можно, до серединки. До серединки. Да. Вот эта посуда, вот этот чайник узбекского такого узора. С чем связано воспоминание вообще этого чайника? Люди старшего поколения поймут, это хлопок на самом деле. Хлопок? Да. А, понял. Это символ как бы среднеазиатских республик. То есть, это все тут, все орнаменты, это что-то означает. Этому чайнику, наверное, тоже лет 30, как минимум. Ничего себе. Этому чайнику, этой посуде. Это все то, что у вас было в Ашхабаде, вы оттуда привезли? Да, да, да. Да, мы не могли это все оставить. Ну, конечно, кому это? Просто это память. Добро. И плюс, как бы, знаешь, воспоминания. То есть, той второй родине, исторически у нас Дагестан, но тем не менее, мы как бы вспоминаем о ней. Так. Ну, мне сейчас что делать? Если можно, ты потихонечку... Давай, наверное, с помидоров начнем. Помидоры закинуть? Да. Давай. Так, разговоры разговорами, а нам это все делать нельзя проворонить. Ага. Помидоры потом можно будет... Просто вот так сверху оставляю, да, пока? Просто они... Чуть-чуть ее равномерно так расставляем. Да, 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 да. И давай посудочку. Вот так, чтобы помидоры покрыли. И тыкву. Да. Тыкву тоже мы аккуратными вот такими кусками, друзья, нарезали тыкву. Вот, кубиками. Кубиками, да. Прорезали, они у нас тоже под размер мяса. Отлично. Вот аккуратно. Все, вот так. Прям равномерно. Красота какая получается, да? Да. Давай возьми. Супер. Так. А ты уже мешай. Давайте. Вот так тыкву распределяем. Слушай, у меня ощущение, как будто ты тоже средняя. Зинец. Ну, азарь, ты меня заразил, Амар. Все, я уже в Ашхабад завтра выезжаю. Ты прям все четко делаешь. Я не могу не попробовать, извини. Конечно, Амар. Ты должен это попробовать. Замечательно. Ну, я чувствую, что это только... Я уже это все сожрал бы. Не забудь поставить крышку, потому что нужно, чтобы все оттомилось. Ты можешь заругать меня, если что, на своем родном лакском. Кстати, знаешь родной язык? Лакский. То есть, какой для тебя родной и какой язык ты знаешь? Знаешь, это вообще проблема. Я даже об этом сделал несколько материалов, когда наши дагестанские народы, к сожалению... Вот этот момент, кстати, ты правильно сделал. Потому что... Я отрезал. Да, это правильно. Многие оставляют, нарезают, но в еде они не всегда как бы могут провариться хорошо. У меня бабушка всегда это выбрасывала. Ну, я как-то на инстинктивном уровне. Нет, ты молодец. Вот тебя похвалили бы, если бы в нашей части семьи находился. Сказали, вот, сынок, ты правильно все делаешь. Меня примут, по-моему. Да, да, да. Так что в семье Магомедову ты спокойно... Так, я просто мелко правильно нарезаю? Да, да. Нарезаю. Как обычно все стандартно. Да, все. И что там с языками у нас? Ты знаешь, с языками, на самом деле, очень плохо. Лакский язык, я думаю, более такой плохой ситуацией оказался, потому что, ну, наверное, мы меньше стали в семье говорить. Ага. Вот. Может быть, сказалось то, что мы жили в другой стране. Ну, да. Вот. И русский был основным. Вот. Ну, это, конечно, плохо. Я сожалею... Ты не знаешь лакский? Я, ну, как принято, я понимаю, но не говорю. А я даже и не понимаю. Ну, да. Ты думаешь, тебе стыдно будет сейчас, а мне еще стыднее, понимаешь? Ну, это проблема, надо это как-то делать. Что-то с этим делать надо. Я понимаю, что сейчас у меня, допустим, супруга с Гунипского района. Угу. Чему мы будем учить детей? То есть, я не знаю лакский, она знает аварский, но так как у нас семья такая дагестанская, то есть, естественно, они будут говорить по-русски. Да. И вот тут возникает... Ну, это проблема современного Дагестана. Что уж поделать. Так, чай у нас заварился? Мы живем в Россию и будем говорить... Как говорят в России, поженим, да? Да, надо поженим. Тут на Дагестане, кстати, есть слово, я вот сейчас вспомнить его не могу. Да. Но беда все-таки с языками, их как-то, я не знаю, нужно сохранять. Так, зелень. Зелень нам тоже... Обязательно. Так, это... А, все, мы нарезали всю зелень, да? Или... Да. Так, а зелень когда? Зелень в самом конце, ты можешь ее пока отложить. Да? Да. Так, тогда я его сюда пока высыплю. Угу. Вообще, Амар, не заревнуют тебя коллеги с НТВ, руководители этого скажут? Путь к сердцу Амара решили найти через желудок? Нет. Переманить? Нет, 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 ничего не скажут. Не будет такого. У нас, хотя мы, у нас, кстати, есть договора, где я не имею права сниматься, ну, делать репортажи, как бы, на другом телевидении, то есть, на самом деле, да, это я должен спросить разрешение. Ну, ННТ я не мог отказать. Это один из моих любимых каналов. Это, честно признаюсь, у нас хорошая новость, контент интересный, мне интересно бывает смотреть. Приятно, спасибо. Я даже... Прямой-то на свой счет. Гурме смотрел, и на самом деле, это хорошее дело. Слушай, ну, критика, ой, критика, говорю, хвалебные комментарии, они и приятны, и опасны, в том числе, поэтому... Ну, ты не зазнавайся. Да. Смотри, я чай налил именно ровно столько, сколько наливают его в Ашхабаде, потому что, если ты наливаешь очень много, это знак неуважения. Я слышал такое. Да, поэтому я тебя уважаю. Это такой респект из Ашхабада, да, как сейчас надо договориться. А, кстати, вот тут вот, мы же забыли. Ух ты, я... Мы же забыли вот эту вот штуку. Откуда этот запах изюма все-таки? Пролетает. Знаешь, можно в прикуску. Откуда-то сзади. Я думаю, сахар тут не умеется. Ну, его без сахара, правильно? Сахар в чай в Ашхабаде, наверное, почти грех, да? Прикуску, да. Вот так, чтобы помешать, с ложечкой, то есть, ну, понятное дело, там этого ничего не будет. Так решить мы не будем. Специфический такой вкус у зеленого чая. Успокаивает. Сколько у тебя детей? У меня двое. Пять и два годика. Пять и два годика, да. Что ты на этом этапе их становления, что ты, тебе что пытаешь? Сейчас рановато, но, ты знаешь, я, может быть, на меня косо смотрят и ругают, я много чего им позволяю. То есть, я купил специальные костюмы, и когда соседи видят, что в дождливую погоду и лужи по колено, мой ребенок, он, понятно, не промокает. Он бегает, прыгает, чуть ли не там, я не знаю, плавает в этой воде. И выходит сухим из воды. И выходит сухим, да. Ну, конечно, со стороны ребенок чуть ли не в луже, там бегает, прыгает, там что-то копается. Ну, пусть это детство, да. Пусть оно именно таким будет. Конечно. Разрешать туда нельзя, это не ходить, там упадет. Ты знаешь, что человек, ты вляпаешься в лужу в своей жизни. И ты будешь сам виноват, если что-то вдруг произойдет. И ты не будешь в тот момент в подходящем костюме. Поэтому пусть он вляпается в юном возрасте. Извини, я сейчас посмотрю пока, что здесь происходит. Как? Алмар, ну это шикарно. Ты знаешь, запах какой. А так, подожди, а мы посолить же должны, посерчить. Мы когда это должны делать? Сейчас, это ровно через 2-3 минутки. Ты мне приготовь, пожалуйста, чайник с водой. Чайник с водой, кипяток. Кипяточек, да. То есть у нас? Все. В смысле, у нас очень много жидкости получилось. Мы, несмотря на это, еще кипяток добавляем. Чуть-чуть нальем. Ты знаешь, на самом деле можно корректировать. Если мы хотим соус, мы нальем, наверное, до тех пор, чтобы просто мясо покрылось водой. Если казан был бы больше, мы хотим что-то вроде супчика такого. То есть мы наливаем так, чтобы прямо оно утонуло, это мясо. Горку воды. Да, да, да. И мы получим такой нормальный, довольно-таки насыщенный суп. Мы хотим это поймой соус. У нас здесь есть противники некоторые вообще жидкого. Я услышал пожелание, да. Да. Давай наливай. Так. Тогда мы просто, немного совсем нам надо воды добавить, кипятка. Просто, чтобы мясо утонуло, правильно? Да. Мы сейчас добавим соль, перчик. Где-то вот так. Хорош. Все. Шикарно. Отлично. Так. В пользу случаем попрошу всех людей, которые едут отдыхать в горы или едут там в себе родное село, чтобы они просто забирали мусор с собой. Потому что очень страшно видеть, когда ты проезжаешь овраги или там мосты, и ты видишь вот этот мусор и эта речка, которая несет всю эту грязь. У меня были случаи, когда мы просто элементарно не могли снять речку горную, потому что она была вся в мусоре. Бутылки, пластик, стекло, то есть все что угодно. Ужас. А потом, а куда смотрят администрации? А никуда не смотрят, куда мы смотрим, что мы делаем. Это наша вина, не администрация. Мы всегда ищем виновных, что это не мы. Пока мы сами себя не изменим, Амар, ничего не изменится вокруг. Так, что у нас, бульон нормально? Чуть-чуть посолить. Посолить? Слушай, я не могу разговаривать, потому что у меня сразу начинает слюноотделение. Кушать хочешь? Кушать хочу. Так, ну у нас сколько? Вот сейчас вот в таком состоянии мы сколько должны продержать его? Мы еще минут 10. Так, сколько посолить? Все, все, все. Я смотрю, любишь соль? Ну да, не помешает. Пускай будет. Чтобы жизнь, как говорится, сладкая не казалась. Так, давай-ка мы сейчас добавим лавровый лист. Лавровый лист. Вообще какие-то специи стоит вообще добавлять? Нет, минимум. Вот даже лавровый лист, это больше, знаешь, это дань современной кухни, потому что на самом деле лавровый лист туркмены, которые делают это блюдо, понятное дело, они не добавляют. Они бы сейчас посмотрели на нас, что мы делаем. Ну он сказал, ты, блин, опять, все так хорошо шло. Это не черба, они бы сказали. Все, лавровый лист, все. Это не то, что мы любим. Так, а зелень? Зелень, наверное, мы потом... Это может в самом конце, я думаю. Зелень, это у нас эстетический элемент, друзья, всегда, который мы добавляем. Так, что это такое? Это такая фишка будет. Вот прям, давай я тебе поручу, давай сделай. Это, я думаю, на право хозяина. Прям треугольник такой сделай. Вот так, да? Да. Максимально глубже, правильно? Да, 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 пусть он прям проварится там. Как три поплавка у нас будет. Да, пусть будет. Будем ловить. Так, если вот так нормально? Нормально. Мы сразу крышкой закроем. Да. Так, сейчас, сейчас. Там у нас слишком много мяса, да? Ничего страшного. Чеснок, суна, тихо. И треугольничком. Все. Все. Достаточно, я думаю, закроем. Так, вот тут что-то вылезло. Все. Чеснок у нас просто, чтобы, как говорится, пропарился, да? Вот этими вкусами. Да, он очень бывает вкусным. Я думаю, когда он пропарится, он... Да. Все, что он там накопил за вот это вот... За тот период, пока он рос, я думаю, сейчас он даст. Да. То есть мы вот в таком состоянии теперь сколько мы должны прождать? Минут 10, я думаю, дождемся. 10 минут. Да. Друзья, эти 10 минут пролетят мгновение. Прервемся на небольшую рекламу, вернемся, уже будем сервировать и дегустировать наше блюдо. Оставайтесь с нами, друзья. Все самое вкусное, интересное, как всегда в третьем блоке. Родниковая свежесть. Природная родниковая вода, берущая свое начало из высокогорных источников Дагестана. Вода, родниковая свежесть. В каждой капле. Телефон 93 93 35. Настоящие дагестанские соки и рип. Праздничное настроение. Друзья, это кулинарное шоу «Гурме». На телеканале ННТ в гостях у нас сегодня Амар Магомедов, корреспондент телеканала НТВ. Так, друзья, у нас туркменская чурба уже подошла к своей кондиции. Мы сейчас будем сервировать. Амар, что у нас получается? Мы вообще всю передачу интриговали. Я понял, что курдюк просто отличнейший курдюк дагестанский, но мясо было настолько шикарным, что я не вижу, к сожалению, смысла туда добавлять. Только в Дагестане такое может быть, что баранина не нуждается в дополнительном курице. Насыщение от дагестанивания блюда. Так, тогда курдюк, я думал, он не обидится. Так, давай пока наши специальные... Так, у нас сегодня, Амар, со своими тарелками, этим вообще... Я перебью тебя, это кисушки. Кисушки? Да, в туркмене киса называется. Кисель. Прошу прощения, у тебя и у всех туркменского народ. Ну, на будущее, если вдруг тебе кто-то придет. Все, на будущее я запомнил. Никаких аж... Они вручную делаются, да, или как? Ты знаешь, мне кажется, вручную, потому что они неправильной формы и рисунут ощущение, как будто это все делается. Ну, то есть автоматически... Станок столько раз ошибиться не может. Ну, наверное, да. Да, скорее всего. Так, ну что, ставим? Все, давай. Давай, я пока знаю, что сделаю. Я пока сока нам налью, натурального нашего дагестанского сока, с туркменской кухней будет, мне кажется, самое то. Дружба народов. Давай. Вообще, у нас сегодня дагестанский сок, который из Ириба, у нас туркменская кухня, у нас сегодня грузинский хлеб. Такой фейерверк вообще, знаешь, в интернационале. И все это готовят два парниковых лакца. Ну, так будет. Ты точно сказал. Ну, ничего, все еще впереди. Нам всего лишь омар. 36 и 27. Сколько там на двоих? Так, тебе много ложат? Ты как? Ты сильно голодный? Ну, давай, надо так щедро можно, щедро, да. Да? Я тебе прямо такую специфику тоже поставлю. У нас никто не поругает. О, с чесночком, да? Ну, естественно. Супер. Вообще, омар, ты чабановал. Поскольку из сюжета ты когда делал с недаватом. Да, да, было дело. Ты сказал, что чабановал. Печальная история. Погибли три овцы. Они потерялись. Я не знаю, что с ними. Потерялись? Потерялись, да. Может, погибли, может, волки съели. В итоге дед начал обходить окрестности. Мы их не нашли. Ушли ли они в другое село, или, ну, ушли бы, конечно, вернули бы, но в итоге они пропали. Кто знает, судьба такая штука. Может, сейчас одна из них у нас сегодня в Хазане, понимаешь? Она попала в Махачкалу, отсюда... И мы ее съели. Да, и мы ее съели. Слушай, что-то какая-то печальная история. Ну, всякая в жизни бывает, понимаешь? Согласен. Перепутие судьбы настолько удивительное. Так, где наша зелень? Так, зелень. Зелень. Куда я убрал зелень? А, вот зелень, точно. Ты мне лучше скажи, эти три овцы теперь не снятся тебе? Не говори, амар за что? Обыдно, очень обыдно, но что и поделось, так получилось. Меня простили, сказали, ну, ладно, с кем не бывает. С кем не бывает. Ты мальчик городской, так что тебе такая скидочка. Дедушка сказал, сельскому дали бы по попью хорошенько. У меня скидка такая была. Это мы вычтем из твоей первой зарплаты. Ну что, готовы у нас? А, подожди, ложки, ложки нужны нам? Нет, нет, нет. В смысле как нет? Вот в этом все и, как сейчас модно говорить, фишка. Серьезно? Да. Потому что вместо ложек мы будем использовать хлеб. В данном случае грузинский хлеб. Он каким должен быть? Вообще хлеб должен быть узбекский желательно, да? Ну, да. Или тандыр. Да, на самом деле вот такой хлеб тоже сойдет. Он твердый, я его еле. В чем суть? Мы макаем, то есть бульон впитывается в сам хлеб. Мы просто едим. До тех пор, пока не останется твердая часть, которую нужно, по идее, есть руками. Серьезно? То есть мы берем руками тыкву, берем руками мясо, едим. Ну, а пока можно будет помакать. Ну, давайте так. Все, мы начинаем. Мы должны, как говорится, высушить наш соус, правильно? Да. Высушить до тех пор, пока не останется одно мясо. Ну что, попробуем сначала хлеб. Мясо. Шикарное мясо. Вкус мяса. Нет, все-таки мясо дает... Супер, очень классно. Вообще хлеб берите, даже если вчерашний будет. Можно, пусть он будет суховатым, немножко даже черстым. Да, потому что соус его размягчает. Да, и свежий хлеб может просто рассыпаться. Получается самое... Потому что я свежий хлеб макнул, а он там и остался. Угу. Правильно. Будет? Пожалуйста, сух. Это у нас... Классно. А как нам мясо попробовать? Это у нас яблочное, да? Да. Это же цвет такой прям. Да, ну, он тут такой. Так, давай тогда, пока мы высушим, это будет долго, я считаю, я думаю. Попробуем мясо. Ну, слушай, мясо хорошее. Я помню тот вкус, который оно было. Еще. Как? Это бомба. Ты тоже думаешь, что так получится? Честно сказать, нет. Не ожидал, я думаю, я приду домой, жена скажет. А ну-ка, приготовь-ка ты мне что-нибудь на выходные день. Вообще, твоим учителем был отец, насколько я понимаю, который любит готовить, правильно? Да, да, да. И отцы любят критиковать, знаешь, своих детей. Ты знаешь, если я приготовлю, он наверняка придет и попробует. Потому что сейчас его рядом нет, и он бы оценил качество, насколько я хорошо приготовил. Слушай, ну, у тебя не будет такого помощника. Понимаешь, как я. Поэтому, может, не получится. Ну, мы будем быть аккуратнее. Мясо самое то. Тебе как самому? Туркменская чурба. Это просто супер. Слушайте, это надо обязательно, друзья, попробовать. Я обязательно попробую сделать это дома. Простые ингредиенты, простой способ приготовления. Единственное, казан, ну, 36-летний, наверное, тяжело будет достать. Да, хотя бы лет 20 тоже пойдет. Нормально. И чугунную не забыть. Определяйте по кольцам. Так, друзья, приготовьте это обязательно. Туркменская чурба. Очень вкусная вещь. Амар, спасибо большое за то, что... Не за что. Спасибо за приглашение. За то, что не лакский хинкал, хочу сказать. Я не рада... Потому что хинкал мы знаем, как выглядит и как он ощущается. Да, а вот эта штука... Друзья, у нас сегодня в гостях был Амар Магомедов, корреспондент телеканала НТВ. Но кто знает, что нас ждет в будущем? Может быть, некоторые буквы сменятся в этой аббревиатуре. Готовьте, друзья, экспериментируйте. И пусть все в вашей жизни будет так же вкусно, как и вот эта туркменская чурба. Спасибо, Амар. Спасибо. Было приятно поработать на этой кухне. Спасибо за приглашение. Все было очень вкусно. Оставайтесь с нами, друзья. Посписывайтесь на наши социальные сети. Увидимся на следующей неделе. С вами был Гусейн Гусейнов. Ну, а мы будем все это заканчивать. Это очень вкусно. Да, давай, прислушаем. Нарезаем мясо кубиками и ставим его на огонь и ждем около 30 минут. Мясо необходимо периодически помешивать. Если оно не жирное, необходимо добавить топленого масла. Нарезаем кубиками тыкву, лук и помидоры. Через минут 30-40 бросаем в казан с мясом нарезанный лук. Оставляем еще полчаса на огне. После чего бросаем в казан нарезанную тыкву и помидоры. Заливаем все это дело кипятком. Если нужен соус, налейте воды поменьше. Если хотите суп, лейте воды побольше. Добавляем соль и специи по вкусу. Ждем 15 минут. Все готово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok